Начало без конца Медитацией есть путешествие внутрь. И путешествие это бесконечно. Бесконечно в том смысле, что дверь открывается и продолжает открываться. До тех пор, пока сама дверь не становится Вселенной. Медитация цветет и продолжает цвести, пока весь космос не становится этим цветением. Это путешествие бесконечно. Оно начинается, но не кончается никогда. Нет степеней просветления. Раз она есть, она есть. Это как прыжок в океан чувств. Вы прыгаете. Вы становитесь единым с ним. Так же, как капля, упавшая в океан, становится единой с ним. Но это не значит, что вы узнали весь океан. Этот миг целостен. Миг сбрасывания эго. Миг уничтожения эго. Миг отсутствия эго. Целостный миг. Целостный миг. Он завершен. Что касается вас, он совершенен. Но что касается океана, что касается божества. Это лишь начало. А конца не будет. Помните одно. Но у неведения нет начала, но есть конец. Вы не можете знать, откуда начинается ваше неведение. Оно всегда есть. Вы всегда среди него. Вы не знаете начала. Начала нет. У неведения нет начала, но оно кончается. Просветление имеет начало, но оно не кончается никогда. И оба они становятся одним. Они и есть одно. Начало просветления и конец неведения – это одна и та же точка. Опасная точка с двумя лицами. Одно лицо смотрит в направлении безначального неведения, а другое лицо глядит на начало бесконечного просветления. Так что вы достигаете просветления, но все же никогда не достигаете его. Вы приходите к нему, падаете в него, становитесь единым с ним. Но все же обширное неведомое остается. И в этом его красота. В этом его тайна. Если бы в просветлении все было известно, не было бы тайны. Если бы все стало известным, вся эта затея была бы уродливой. Тогда бы не было тайны, все было бы мертвым. Так что просветление не есть познание в этом смысле. Это не такое познание, как самоубийство. Это познание в том смысле, что оно есть выход к более великим тайнам. Тогда познание обозначает, что вы познали тайну. Это не значит, что вы разведали ее. Это не значит, что есть математическая формула, и теперь все известно. Наоборот. Познание просветления обозначает, что вы пришли к точке, где тайна стала окончательной. Вы узнали, что это окончательная тайна. Вы узнали это как тайну. Теперь это стало настолько таинственным, что вы не можете надеяться разведать эту тайну. Теперь вы оставили всякую надежду. Но это не отчаяние. Это не безнадежность. Это просто понимание природы тайны. Тайна такова, что ей нет разрешения. Что самоусилие разведать ее абсурдно. Тайна такова, что пытаться разрешить ее интеллектом бессмысленно. Вы подошли к пределу своего мышления. Теперь мышления нет совсем. И начинается познание. Но это нечто совершенно другое, чем познание науки. Слово «наука» означает познание, но такое познание, которое уничтожает тайну. Религиозное познание означает нечто совершенно противоположное. Оно не уничтожает тайну реальности. Наоборот. Все, что было познано раньше, все становится таинственным. Даже обычные вещи, относительно которых вы были уверены, абсолютно уверены, что вы их знаете. Теперь даже вход найти невозможно. Врат нигде нет. Все стало бесконечным и неразрешимым. В этом смысле нужно понимать познание. Это участие в исключительной тайне бытия. Это означает говорить «да» тайне жизни. Интеллекта, интеллектуальной теории больше нет. Вы лицом к лицу с тайной. Это экзистенциальная встреча не через ум, но через вас, через всю цельность вашего существа. Теперь вы чувствуете тайну всем вашим телом, глазами, сердцем. Целостная личность вступает в контакт с всеобщей тайной. И это лишь начало, а конца не будет никогда, потому что конец означал бы уничтожение тайны. И это начало просветления. Ему нет конца, но это начало. Можно понять конец неведения. Но этому просветленному состоянию ума не будет конца. Вы прыгнули в бездонную пропасть. Это можно представить с очень многих точек зрения. Если вы придете к этому состоянию ума через кундалини, это будет бесконечным цветением. Тысяча лепестков сахасрары, последняя чакра, символизирующая тысячелепестковый лотос, в действительности не означает тысячу. Тысяча означает просто величайшее множество. Это символ. Он означает, что цветущих лепестков кундалини бесконечно много. Они будут раскрываться, раскрываться и раскрываться. Так что вы узнаете раскрытие первых лепестков, но последних не будет, потому что этому нет конца. Можно прийти к этому через кундалини, или прийти другими путями. Кундалини не незаменимы. Те, кто достигает просветления другими путями, приходят к тому же самому. Но имя будет другим. Символ будет другим. Вы будете представлять себе это иначе. Потому что то, что происходит, описать нельзя. А то, что описано, не точно то же, что произошло. Описание есть аллегория. Описание метафорично. Вы можете сказать, это как цветение цветка. Хотя нет никакого цветка. Но у вас такое чувство, как будто вы цветок, начинающий раскрываться. Чувство раскрытия тоже. Но кто-то другой может представить это иначе. Он может сказать, это как открытие двери. Двери, ведущие в бесконечность. И дверь продолжает открываться. Так что для описания можно пользоваться чем угодно. В тантре используются сексуальные символы. Ими можно пользоваться. Они говорят, это встреча. Это бесконечное единение. Когда тантра говорит, это подобно майтхуне, сношению. Вот что имеется в виду. Встреча индивидуумов с бесконечным. Но встреча бесконечная, вечная. Это можно представить и так. Но любое представление неизбежно будет метафорой. Это символы. Иначе быть не может. Но когда я говорю «символы», я не имею в виду, что символы не имеют значения. Символ имеет значение и постольку, поскольку он связан с вашей индивидуальностью. Потому что вы представили это, поняли именно так. Вы не можете представить себе это иначе. Человек, не любящий цветы, не знающий цветы, проходящий мимо цветов, оставаясь незнакомым с ними. Человек, вся жизнь которого не связана с царством цветения, не может почувствовать это как цветение. Но если вы чувствуете это как цветение, это значит много. Это значит, что этот символ естественен для вас. Он как-то соответствует вашей личности. Вопрос. Как чувствует себя человек после того, как начинает раскрываться Сахасрара? После того, как раскрылась Сахасрара, будет не чувство, а внутренняя тишина и пустота. Это чувство вначале будет острым. Когда вы почувствуете его впервые, оно будет очень острым. Но чем более знакомо оно вам, тем менее острым оно становится. Чем более вы станете едиными с ним, тем больше оно утратит свою остроту. Тогда наступит момент, и он должен наступить, когда вы совсем не будете этого чувствовать. Чувствует всегда нечто новое. Вы чувствуете то, что странно, а вы не чувствуете того, что привычно. Чувствует странность. Если это стало единым с вами, и вы познали это, вы этого не чувствуете. Но это не значит, что этого нет. Это есть даже больше, чем прежде. Оно будет усиливаться все больше и больше. Но чувствовать вы будете все меньше и меньше. И наступит момент, когда чувства не будет. Не будет ощущения инокости. Поэтому не будет и чувства. Когда впервые наступает цветение Сахасрары, это нечто иное, чем вы. Это неведомо вам. Вы не знакомы с этим. Это нечто, проникающее в вас. Или вы проникаете в это. Между вами и этим есть промежуток. Но промежуток постепенно пропадает. И вы становитесь единым с этим. Тогда вы не будете видеть это, как нечто, происходящее с вами. Вы станете этим происходящим. Оно будет распространяться, и вы станете единым с ним. Тогда вы не будете это чувствовать. Вы будете замечать это. Но будете это чувствовать не больше, чем вы чувствуете свое дыхание. Вы чувствуете свое дыхание только тогда, когда с вами случается нечто новое или неприятное. Иначе вы не чувствуете его. Вы даже не чувствуете своего тела до тех пор, пока в него не закралась какая-нибудь болезнь. Пока вы не заболели. Если вы совершенно здоровы, вы не чувствуете его. Оно просто есть. В самом деле, ваше тело более живо, когда вы здоровы. Но вы одно целое с ним. Вопрос. Что происходит с религиозными видениями и другими проявлениями глубокой медитации, когда раскрывается Сахасрара? Все это пропадает. Все картинки пропадут. Видения. Все пропадет. Потому что это происходит лишь в начале. Это хорошие признаки, но они исчезнут. Прежде чем раскрыться Сахасрарье, у вас будет много видений. Они нереальны. С раскрытием Сахасрара видений больше не будет. Они не возникнут. Потому что переживания и цветения есть высшие переживания ума. Дальше ума не будет. Все, что происходило до сих пор, происходило с умом. Но раз вы вышли за его пределы, больше ничего не будет. Когда прекращается ум, нет ни мудр, внешних выражений психической трансформации, ни видений, ни цветов, ни змеи. Не будет вообще ничего. Потому что вне ума нет метафор. Вне ума реальность так чиста, что нет никакой инакости. Вне ума реальность настолько цельна, что ее нельзя разделить на переживающего и переживаемого. Вы что-то переживаете, можете назвать это как угодно. Название не имеет значения. Но различие между переживающим и переживанием, знающим и знанием, остается. Остается двойственность. Но эти видения хорошие признаки. Потому что они приходят только на последних ступенях. Они приходят лишь тогда, когда ум должен отпасть. Только когда ум должен умереть. Конкретно мудрые видения лишь символы. Символы в том смысле, что они указывают на надвигающуюся смерть ума. Когда ум умирает, ничего не остается. Или остается все. Но разделения на переживающего и переживаемое не будет. Мудрые видения, особенно видения, это переживания. Они указывают на определенные стадии. Это точно так же, как когда вы говорите «я видел сон». Можно уверенно сказать, что вы спали. Потому что сновидения приходят во сне. А если вы говорите «я грезил», тогда значит вы тоже были в своего рода сне. Потому что сны или грезы можно видеть только тогда, когда ум, сознательный ум, уснул. Так что сновидение – это признак сна. Точно так же мудрые и видения – суть признаки определенного состояния. У вас могут быть видения определенных фигур. Вы можете распознать их. И эти фигуры тоже будут различны для различных индивидуумов. Фигура Шивы не возникает в уме христианина. Это невозможно. Ее появление там невозможно. Но Иисус появится. Это будет последним видением в уме христианина. И оно очень ценно. Последнее видение, приходящее к вам – это видение фигуры, центральной для данной религии. Центральная фигура станет последним видением. Для христианина, а под христианином я понимаю того, кто впитал в себя язык христианства, символы христианства, того, в чью плоти кровь христианство проникло с самого детства. Последним видением будет фигура Христа на кресте. Знающий и переживающий все еще присутствует. И в самом конце появится Спаситель. Люди переживали это. Это нельзя отрицать. В последний для ума момент, момент смерти ума, в конце появляется Иисус. Но Джайн не увидит Иисуса. Буддист не увидит Иисуса. Буддист увидит фигуру Будды. Как только раскроется Сахасрара, в момент раскрытия Сахасрары появится Будда. Вот почему Будду видит сидящего на цветке. Настоящий Будда никогда не сидел на цветке. Под ним не было цветка. Но статуи изображают Будду сидящего на цветке. Потому что статуи не есть буквальные копии из Гутама Будды. Они изображают последнее видение, появляющееся в уме. Когда ум пропадает в вечности, Будду видит так, на цветке. Поэтому и Вишну изображают на цветке. Цветок – это символ Сахасрары. А Вишну – последняя фигура, которую видит индуистский ум. Будда, Иисус, Вишну – это архетипы. То, что Юнг называл архетипами. Ум ничего не может представить абстрактно. Поэтому последняя попытка ума понять реальность, будет попыткой представить ее символу, который был наиболее важным для него. Наивысшее переживание ума будет его последним переживанием. Предел, пик – это всегда конец. Пик означает начало конца, предел есть смерть. Так что раскрытие Сахасрары есть предельное переживание ума. Наивысшее, что возможно для ума. Последнее, что возможно в уме. Появятся последние фигуры. Самая центральная, глубочайшая фигура. Архетип. И она будет реальной. Когда я говорю «видение», многие станут отрицать его реальность. Они скажут, что оно не может быть реальным, потому что они думают, что слово «видение» означает нечто иллюзорное. Но оно будет более реальным, чем сама реальность. Даже если весь мир будет отрицать его, вы не сможете согласиться с этим отрицанием. Вы скажете «это для меня более реально, чем весь мир». Камень на столе реален, как та фигура, которую я видел. Она реальна. Она совершенно реальна. Но эта реальность субъективна, расцвеченная вашим умом. Переживание реально. Но метафора принадлежит вам. Поэтому христиане употребляют одну метафору, буддисты другую, индусы третью. Вопрос. Происходит ли выход за пределы трансценденция с раскрытием Сахасрары? Нет. Выход за пределы – это более, чем раскрытие Сахасрары. Но понятие просветления имеет двойной смысл. Во-первых, это постижение умирающим умом – просветление. Но появляется граница. И ум не идет дальше этого. Ум знает, что он кончается. И он знает, что с этим концом приходит конец страдания. Этот ум знает также конец разделенности, знает также конец существовавшего до сих пор конфликта. Все это кончается. И ум постигает это как просветление. Но это все еще ум, который постигает просветление. Так что это просветление, постигаемое умом. Когда ум исчез, наступает настоящее просветление. Вы приступили пределы, но вы не можете говорить об этом. Вы не можете ничего об этом сказать. Вот почему Лао Цзэ говорит «То, что можно сказать, не может быть истинным». «То, что можно сказать, не будет истинным», а истина не может быть высказана. Можно сказать только это, и только это будет истинным. И это последнее утверждение ума. Последнее утверждение имеет смысл, глубокий смысл, но оно не трансцендентно. Этот смысл есть все еще ограничение ума. Он все еще умственный, он все еще понимаем умом. И это подобно пламени, пламени лампады, готовому погаснуть. Темнота опускается, темнота наступает, она окружает пламя все ближе и ближе. А пламя умирает, оно подошло к самому концу своего существования. Оно говорит «теперь темнота» и уходит из бытия. Теперь темнота стала полной и совершенной. Но последнее утверждение умирающего пламени было известно пламени. Темнота не была полной, потому что было пламя, был свет. Темнота постигалась пламенем. Свет не может действительно постичь темноту. Свет может только понять свою ограниченность, а темнота за этими границами. Темнота подступает все ближе и ближе, и свет должен умереть. Он может высказать последнее утверждение «я умираю», а потом темнота. Темнота подступала, приближалась и приближалась. Свет высказал свое последнее утверждение и исчез. И темнота стала полной. Так что это утверждение было истинным, но не истиной. Есть разница между истинным и истиной. Истина не есть утверждение. Пламя исчезла, темнота. Это истина. Теперь нет утверждения, есть темнота. Утверждение было истинным. Оно не было ложным. Оно было истинным. Темнота подступала, поглощала, окружала. Но утверждение все еще было высказано светом. А утверждение, высказанное светом о тьме, может быть самое больше истинным, но не истиной. Когда нет ума, знаешь истину. Когда нет ума, есть истина. Но когда ум есть, вы можете быть более истинным, но не истиной. Можете быть менее ложным, но не истиной. Последнее утверждение, которое может сделать ум, будет наименее неистинным. Но это все, что можно сказать. Так что между просветлением, постигаемым умом и просветлением как таковым, большая разница. Хотя она и не абсолютна. Когда гаснет пламя, не проходит и единого мгновения, пока оно умирает. Пламя гаснет и одновременно наступает темнота. Ни единый миг не разделяет эти два состояния. Но разница между ними велика. Умирающий ум в конце будет видеть видение. Видение того, что в него приходит. Но это будут видения, представленные через метафору, картины, архетипы. Ум не может представить ничего другого. Ум обучен символам и ничему другому. Есть символы религиозные, художественные, эстетические, математические, научные. Но это все символы. Так обучено. Христианин увидит Иисуса. Но умирающий математик, ум воспитанный нерелигиозно, не увидит, может быть, в последний момент ничего, кроме математической формулы. Это может быть нуль или символ бесконечности. Но это будет не Иисус и не Будда. А умирающий Пикассо увидит, может быть, в последний момент абстрактный поток цветовых пятен. И это будет для него божеством. Он не может воспринять божество иначе. Так что конец ума – это конец символов. И в конце ума обратится к наиболее значимому символу из тех, что ему известно. А потом, раз ума нет, не будет и символов. Это одна из причин того, что ни Будда, ни Махавира не говорили о символах. Они говорили, что нет пользы в разговорах о них, потому что все они ниже, чем просветление. Будда не стал бы говорить о символах. И поэтому он сказал, что есть 11 вопросов, которые не нужно ему задавать. Было объявлено, что никто не должен задавать 11 вопросов. А их нельзя было задавать потому, что на них нельзя было ответить истинно. Нужно было употреблять метафору. Бундан говорил, я не хотел бы употреблять никаких метафор. Но если вы спросите, а я не отвечу, вам будет неудобно. Это будет не по-джентльменски. Это будет невежливо. Так что, пожалуйста, не задавайте этих вопросов. Если я отвечу вам, это будет вежливо, но не истина. Так что не ставьте меня перед этой дилеммой. Поскольку речь идет об истине, я не могу пользоваться символами. Я могу пользоваться символами, только говоря приблизительно о неистине. Или приблизительно говоря об истине. Так что Будды – люди, не пользующиеся никакими метафорами, никакими видениями. Они отвергнут все, потому что истина, постигнутая умом, не может быть самим просветлением. Это две разные вещи. Понятия ума будут тем, куда дотянется ум. А потом будет просветление, но без ума. Так что у просветленного человека нет ума. Он человек не ума. Живет, но без всяких концепций. Действует, но не думает об этом. Любит, но без представления о любви. Дышит, но без какой-либо медитации. Тогда жизнь течет из мгновения в мгновение. И она едина с целым. Но ума нет между ними. Ум разделяет. А теперь не будет никакого разделения. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...